Всем привет! В этом видео мы расскажем о том, каким может быть рынок DeFi в 2023 году, по мнению криптоинвесторов. Не забывайте поставить лайк этому видео, написать комментарий и поделиться им с друзьями. И подписывайтесь на наши соцсети, все ссылки есть в описании. Венчурные криптовалютные фонды стали более избирательными после недавних скандалов в отрасли, которые привлекли за собой сбои на рынке, то есть сбои в работе большого числа компаний, что привело к резкому снижению лояльности и доверия клиентов, что в свою очередь ухудшило ситуацию на рынке в целом. Однако инвестиции в криптопроект продолжаются, особенно от висей крупных фондов. Децентрализованное финансирование или DeFi в условиях волатильности рынка по-прежнему находится в фокусе внимания, как в мире криптовалют, так и в области традиционных финансов, поскольку появляются новые проекты или находятся новые варианты использования уже существующих решений. Недавние опросы инвесторов из Framework Ventures, New Form Capital, Mercury, Pantera Capital, Opi Crypto и Galaxy Ventures показали, что сейчас от 20 до 50% предложений, связанных с криптографией, ориентированы на DeFi и большое количество проектов ищут финансирование. Несмотря на то, что DeFi проекты вызывают интерес у многих инвесторов, основателям таких проектов тоже нужно выделяться из общей массы, уникальной технологии или каким-то новым вариантом применения или другим конкурентным преимуществом. Или, например, если основатель проекта имеет глубокий опыт в отрасли и достаточное понимание блокчейнов. По мнению инвесторов, DeFi в некотором роде является отражением традиционных финансов. В прошлом году на криптомир повлияло несколько масштабных событий – крах экосистемы TerraLuna и крах криптовалютной биржи FTX. Оба события нанесли серьезный ущерб многим игрокам на рынке. Естественно, по этой причине некоторые венчурные капиталисты пересмотрели свои инвестиционные стратегии. В то время как другие VC придерживаются основного плана, но с небольшими изменениями. Это касательно новых инвестиций. Если говорить о портфельных компаниях, то самой большой проблемой в 2022 году для инвестиционных фондов являлась задача справиться с неустойчивым положением SeFi. Фондам нужно было обеспечить портфельным компаниям надежность, ликвидность и хорошую капитализацию, чтобы они могли выжить в ближайшие 1-3 года, пока рынок будет восстанавливаться. Это означает, что приходилось сокращать расходы, уделять больше внимания доработке или изменению продуктов, росту и стратегии привлечения инвестиций. Как же сейчас активные инвесторы относятся к DeFi? Опрос соучредителей, директоров и генеральных партнеров нескольких фондов, показал, что на рынке DeFi смотрят больше на общую рыночную капитализацию, общую заблокированную стоимость и объем торгов. Показатель TVL имеет некоторые недостатки, но все равно остается весомым показателем активности в секторе. В настоящее время рынок DeFi составляет около 50 миллиардов долларов в TVL. Инвесторы внимательно следят за активностью в области DeFi, за сделками, интересами пользователей, объемами. И хотя сейчас обстановка на крипторынке не самая лучшая, инвесторы все же считают, что активность в отрасли восстановится до прежних показателей, а может и увеличится относительно прежних показателей. Есть мнение, что в ближайшие пять лет по проектам рынок разделится на две части. Первая – это блокчейны с традиционными финансами. Потенциальная рыночная капитализация этого направления может стать выше триллиона долларов США. И вторая часть – это DeFi, ориентированная на отдельных пользователей. Сейчас проекты из этой области занимают большую часть рынка. В совокупности, рынок DeFi может составить свыше 2 триллионов долларов США к 2028 году. Стоит брать во внимание и тот факт, что недоверие к централизованным решениям все равно останется. Следовательно, пользователи, которые будут возвращаться на рынок, вероятнее предпочтут децентрализованные решения. Для такого выбора есть и другие причины. Например, согласно недавним исследованиям, DeFi может решить проблему валютных рисков на 2 триллиона долларов США. Речь идет о валютных операциях, в которых вторая сторона может не выполнить соглашение. Таких операций в день проводятся на 2,2 триллиона долларов. Исследователи из компании Circle Uniswap считают, что DeFi может решить эту проблему, предоставив быстрые и доступные транзакции, а также большую ликвидность и стабильность. Более того, расходы на международные денежные переводы, благодаря DeFi, можно сократить на 80%. Это 30 миллиардов долларов США в год. Отправка денежных средств в другие страны всегда была одним из самых сильных аргументов в пользу криптовалют. Исследование, кстати, проводилось, поскольку блокчейн и другие криптотехнологии страдают от репутационного ущерба из-за тяжелой криптозимы, усугубленной крахом FTX. Энтузиазм по поводу новых подходов в экосистеме хоть и снизился, но на данный момент среди проектов, ищущих финансирование, 30-35% ориентированы именно на DeFi. В целом, основной фокус инвестиционных компаний не изменился. И инвестиции в DeFi, игры в App3 и прочее продолжатся. Хотя некоторые VC перестали активно инвестировать в эту область. Главным приоритетом для компаний сейчас должно быть выживание, поскольку неизвестно, сколько времени будет восстанавливаться рынок. Также инвесторы считают, что компаниям для того, чтобы выжить, лучше сосредоточиться на одной области развития, самой перспективной, если изначально они занимались несколькими. Проектам стоит заранее думать о регулировании, стремиться к работе с учреждениями для большей стабильности. И одним из главных факторов по-прежнему остается уникальность продукта. Вряд ли кого-то заинтересует второй Uniswap. Пока большой проблемой на рынке является ликвидность, точнее опасение пользователей по поводу неликвидности компаний и возможности выводить свои активы. Это одна из причин, по которым проектам стоит стремиться внедрять свои разработки в работу учреждений. Если таких проектов станет больше, а скорее всего так и будет, то они сформулируют немного другую экосистему, отдельную от традиционного DeFi. Конечно, многое будет зависеть и от крипторегулирования, которое естественно может отличаться в зависимости от страны. Пока, по мнению инвесторов, Великобритания в этом вопросе движется в правильном направлении. А что вы думаете о рынке DeFi? Пишите свои ответы в комментариях. Смотрите больше новостей на нашем YouTube-канале или читайте их в Telegram. Спасибо за просмотр, с вами был ProBlockchainMedia.